здравствуйте дорогие ученики сейчас я вам обзор спарка покажу как надо водить спарк что надо обращать внимание как надо настраивать сиденье так теперь вот смотрите спарк это механика коробка не автомат коробка 5 ступенчатая первая коробка передача 5 6 задняя передачи направо вниз так тут без кольца панели приборов так вот у нас три педали так как обычно как на всей машины спарк тоже это получается габаритные ближний зад данный вот так включается начать получается это у нас стеклоочиститель стеклоомыватель все сидят на этом тут сиденье вы знаете этот рычаг поднимаете вперед назад сбоку нас рычаг на спинку настраивать вот так ремень зеркало заднего вида настраивается с помощью этого механического управления вот так вы будете настраивать так этот с правой стороны печка кондиционер обдув снаружи вентиляция из салона так обогрев задний как получится обогрев стекло зима лето значит печка или кондиционер красная печка ручник как обычно вот у нас так теперь включаем зажигание вот у нас наш видите абэс тормозная система airbag все работает с наш плюс минус это все знаете вы аккумулятор так на еще одна вещь заново так видите ремень масло датчик так с левой стороны тормозная система неисправность так ремень ручник отдельно она звучит пока вы не пристегом пристегнете она будет звучать видите она теперь отключилась не дает вам как сказать без ремня управляет обязательно надо ремень пристегнуть так теперь потихоньку заводим машину спрень нажимаем и аккуратненько вот завели машину видите все нормально airbag выключился у нас есть аэрбэк видите с руля выходит и подушка как бы предохраняет водителя и сбоку тоже есть airbag ведь надпись на старпетку плюс еще одна вещь тут можно руль тоже настроить под себя сейчас я рычаг покажу вот этот рычаг видите вот он рычаг я отстегнул теперь наверх вниз рулю руль можно под себя настроить настроил теперь я зафиксирую видно фиксация вот вот руль я застегнул так потихоньку и нажимаем до пола аккуратненько на первом перу включаем как обычно ручник отпускаем под конец смотрим зеркало заднего вида поворотник включаем и аккуратненько выходим на дорогу так чуть-чуть добавляем газа чуть быстрее двигаемся вот так вот аккуратненько сейчас для чего нужен как бы для того чтобы побыстрее немножко водители трогались поэтому значит у нас надо добавлять газа так без газа тоже можно завести чтобы остановиться но все знают там степенье до пола я аккуратненько плавлю тормоз нажимаем и на метро по переключаем тут и одно ну видите ребята заднем у нас обзор меньше покажите задней части автомобиля видите зеркало заднего вида гораздо меньше значит получается желательно на спарте надо купить заднюю камеру так нам будет удобно при парковке понятно так и потихоньку сейчас именно вас техническое состояние тоже покажу где надо масло посмотреть воду антифриз делать паузу сейчас именно вот вот ребята сейчас задней камеры с помощью задней камеры значит будем парковаться видите как намного удобно камера красный это предел желтый это еще можно зеленый еще есть дистанция так с помощью камеры намного удобно на спарке парковаться вот так вот видите идеально мы пары парковались выключаем когда на задней переключается автоматически она включается камеры вот смотрите а когда отключаем задней передачи она камеры выключается вот включили она камера включилась выключили сейчас будем выключать ведь она отключилась поднимаем и аккуратненько именно технические состояния вот с этой части у нас капот открывается этот рычаг подтянули сейчас откроем именно по порт чтоб капот открыть видите сейчас я вам покажу немножко надо приподнять приподняли зажим зажали и наверх это система рулевое управление гидравлика жить это стеклоомывателя воду суда наливает это шут получается ведь те гури там твит три уровня опа есть минимум есть максимум есть посередине сейчас именно машина заведенная просто на масса показывает нас получается выше опять я масло заливайте сюда значит получается двигатель это у нас тормозная система жидкость есть у нас есть нету покажите видно она тоже прозрачная вот так вот это у нас аккумулятор воздушный фильтр здесь стоит вот это каждый день вы должны следить контролировать на этом все на сегодня все до свидания до следующих роликов всего вам доброго